Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте Вероникам. Точнее, здесь у нас получается вопрос без вопроса. То, о чём я говорил какое-то время назад, о чём я записывал ролик, да, что вопрос без вопроса, вот кому интересно, можете у меня в профиле на LifeExpert этот вопрос найти, этот ответ точнее. Не чувствую себя под защитой мужа в браке. Возможно, из-за этого начала прятать эмоции и набрала вес. Он никогда не скажет в мою защиту слова, если ко мне придирается его семья. Смотрите. Ситуация здесь, конечно, непростая. Это совершенно точно. Потому что, во-первых, не совсем понятно, если вы себя не чувствуете под защитой мужа, да, то, как бы, для чего вы с ним тогда, да, то есть, ну вот, вам не нравится, что он вас не защищает. Как получилось, что вы вместе тогда, если вам не нравится, что он вас не защищает? Если он вас защищал там раньше, а потом перестал, что случилось? То есть, ну, наверное, какие-то есть причины и предпосылки для того, чтобы перестал вас защищать. Сама защита, она как-то базируется на вашей беспомощности. То есть, почему вы беспомощны? Желание защищать. Ну, здесь всё очень индивидуально и, опять же, если мы говорим о том, что, например, чтобы вас именно хотелось защищать, да, то, ну, наверное, для этого должно быть что-то общее. То есть, не только отношения, вот, как вот, ну, между мужем и женой, да, а, наверное, ещё отношения, как, ну, между двумя людьми, между двумя личностями, вот. Но в этом случае вряд ли вам потребуется такая уж прям серьёзная защита. Поэтому вот тут, конечно, не всё понятно, не всё очевидно, вот. Я бы в этом смысле тоже бы как-то вот немножечко поразбирался бы, да. То есть, как что, как формируются ваши отношения. Вот. Каким образом они формируются, да, там, что между вами общего и так далее. Самое важное. Дальше. Вы перекладываете ответственность на мужа за то, что стали прятать свои эмоции и набираете вес, ну, на мой взгляд, это, как бы, на мой взгляд, вы, ну, как бы, прячете, вы перекладываете ответственность на своего мужа в этом смысле. Потому что приобретать эмоции – это, в общем, в целом, ваш выбор, это ваше решение. Вот. И я, честно говоря, ну, не думаю, что ваш муж, ваш муж, он, вот, что называется, за это ответственность, да. То есть, ну, нельзя вот взять и сказать, что, что вот, что вот это ты виноват, что я начала прятать эмоции. Нет, ну, мне кажется, что ваш муж здесь ни при чём, ни при чём. То есть, как бы, решение прятать свои чувства – это ваше решение. Решение набирать вес – это ваше решение. Это ваш выгод из сложившейся ситуации, вот, ну, какой бы она ни была, да, то есть, ну, вот, там, условно говоря, плохой или хороший. Это ваше решение просто, в данном случае. Ну, вот, это ваше решение и, на мой взгляд, это решение, оно является деструктивным, вот, потому что предполагает, как-то, вот, некоторую какую-то вашу, ну, зависимость. От мужа, да, то есть, если, если, ну, если, вот, ваш, если ваш муж вас защищает, вот, ну, в этом смысле, то все хорошо, вы эмоции свои не прячете. Если ваш муж, там, грубо говоря, вас не защищает, то вы свои эмоции прячете, вот. Это, на мой взгляд, странно. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание заключается в том, что, да, если, вот, ваша семья, то есть, его семья, да, если, вот, семья вашего мужа на вас нападает, то, то, конечно, как бы, ответственность – это человеком, как-то вас защищать, потому что, как бы, в этом смысле, да, не вам, как бы, ну, не вам нужно разговаривать с ними, вот. Хотя и, безусловно, имело бы смысл это сделать, имело бы смысл, вот, именно вам как-то пообщаться, да, имело бы смысл вам с ним поговорить и так далее, то есть это бы имело смысл. Вот, но тут могут быть, как мне кажется, тут могут быть самые разные варианты, и решать этот вопрос, ну, конечно, вам самой, да, лучше, вот. То есть, ну, почему вы, там, ну, допустим, вот так, ну, вот к себе так относитесь, например, например, почему вы к себе вот так относитесь, да, что защитить вас, ну, возможно только супруг, вот. Это, как бы, такой, достаточно важный, как мне кажется, момент, на который имеет смысл обратить ваше внимание, да. Опять же, повторюсь. А в этом смысле вы, как будто бы, ну, как будто бы остаетесь зависимыми. А от, ну, человека, к сожалению, в этом смысле. Вот. Дальше идем. Дальше идем. Значит, следующий элемент, на который вот хочется обратить ваше внимание, да, следующий аспект. На который хочется, значит, обратить ваше внимание. Вы говорите. Точнее, вы пишете. Вы пишете. Вы пишете, что, значит, ну, начала прятать эмоции, там, набрала вес, вот. Чего вы хотите? То есть, как бы, ну, с мужем, например, да, отношения, ну, нужно, можно и нужно, а, как бы, ну, корректировать, да, то есть отношения с мужем можно и нужно, можно и нужно гармонизировать. Вот. Но вопрос заключается в том, хотите ли вы этого. В данном случае, как-то вот для меня этот аспект не совсем ясный. То есть, чего вы хотите, да? Вот, можно, конечно, придираться, можно говорить, что, вот, ты, там, ну, ничего не делаешь, да, для, ну, для моей защиты, например. Вот, но, как бы, опять же, как вам это поможет? Вот. Поэтому тут вот, аммммм, такой момент. Вот такие моменты здесь есть. На такие моменты я хотел бы обратить ваше внимание, потому что, мне кажется, это важно, достаточно. И, соответственно, решите. Решите в этом смысле, эмммм, чего вы хотите, эмммм, дальше, то есть, эммммм. Вряд ли вам муж будет давать, эмммм, то, в чем вы нуждаетесь. Если он не дает сейчас. А, вряд ли муж будет, эммммм, менее, менее, «вновим разуме, вероятно,ieran зависит от вот, ну, как бы своих родителей». Да? Вот. Ну, то есть, если он там, допуthis... допустим, зависим от них сейчас, то вряд ли он будет, эмммммм, ну, зависим меньше от них. Совершенно, как мне кажется, это Поэтому я бы здесь как-то не ожидал бы того, что он изменится, а вот решал бы, ну, скажем так, решал бы самостоятельно, ну, вот своя модель поведения, да, то есть как бы думал бы, что я буду делать, ну, сама дальше, что я буду делать и как я буду действовать, как я буду двигаться, да, и так далее. По своему взгляду это вот куда более важно, чем то, например, что вы делаете сейчас, да? То есть, что я хочу сказать, что вы сейчас заняли такую позицию, что у вас, ну, по сути, такая вот получается беспомощность и безысходность. Вот. И как будто бы вам в этой ситуации сложно брать ответственность, если вы говорите, что ну вот да, муж меня даже не извещает, родители там на меня нападают его, вот. Но, понимаете, штука в том, что у этого, у этой истории есть как бы своя предыстория. Вот. И, на мой взгляд, очень важно эту предысторию разобрать, то есть как всё сложилось. Вот. Ну, а если говорить совсем глобально, если говорить вот прям совсем глобально, то я бы, наверное, как-то выделил бы аспект того, что у вас нет как будто бы собственного ориентира. То есть, как бы, куда я сама, куда я сама двигаюсь, в каких направлениях я сама иду или в каком направлении я сама иду, вот. То есть, вот тут как будто бы у вас этого нет. А это вообще очень важно. Вот. То есть, очень важно, чтобы вы понимали, куда вы идёте, очень важно, чтобы вы понимали, ну вот, в каком направлении вообще по жизни, по жизни вы идёте, да, то есть, какие у вас, у вас именно, самой глобальные цели, вот, какие именно у вас, у самой глобальные задачи, вот, и на что вы вот, ну, как бы сами нацелены. Да? Да? То есть, чего вы сами хотите? Вообще, вообще от жизни. Например. Вот это, мне кажется, очень важно. Вот. А то, что вы описываете сейчас, это позиция, вот, ну, в какой-то степени детская. Вот. То есть, я понимаю, я понимаю, вам сейчас, ну, больно, я понимаю, что вам сейчас тяжело. Вот. Я это понимаю, вот, но просто это можно прожить, помочь вам прожить, а дальше всё равно двигаться куда-то вот по своим целям и по своим задачам. Вот. Как мне, опять же, кажется. По-другому просто, ну, наверное, не получится по-другому. Просто. Вот. Ну, в этом смысле, да, у вас просто по-другому, по-другому не выйдет. Ааа, ответить себе на вопрос, старайтесь ответить себе на вопрос. Хоть и этот вопрос может показаться довольно-таки, ну, провокационным. Для чего вашему мужу вас защищать? То есть, зачем ему вас защищать? Да? Как бы. Все так, вот, как мне кажется, ну, довольно, эээ, довольно важный момент, как мне, опять же, повторюсь, кажется. Зачем ему вас защищать? Эээ, просто вот, эээ, постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Эээ, вот. То есть, зачем это вам? Понятно. Ааа, зачем это ему? Для чего ему вас защищать? И, постарайтесь донести, донести, эээ, до него, вот, именно, постарайтесь донести до него. Эээ, свои чувства, эээ, вот, как вы себя, ну, ощущаете, как вы себя видите в этой, в этой, эээ, ситуации. Вот, впускай, и, эээ, в каком, эээ, в каком-то смысле вам, ну, весьма, весьма тяжело и трудно. Вот. Понимаете, да? То есть, я вот, думаю, что вам бы, вот, ээээ, в таких, эээ, направлениях, вам бы, ну, можно было бы двигаться. Вот. Эээ, с точки зрения, опять же, психологии, да, и с точки зрения, эээ, ну, вот, эээ, психотерапии. Вот. Я думаю, я бы, я думаю, я думаю, я думаю, вот так. Но, естественно, у вас могут быть свои, свои взгляды. И, естественно, вы можете думать по-другому. По-другому. То есть, эээ, ни в коем случае, эээ, вот, эээ, в этом смысле, да, ни к чему, ни к чему вас, эээ, я не принесу, не принесаю, не хотел бы, ну, ничего навязывать к вам. Вот. Просто, 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 просто вот хотел бы обратить ваше внимание на данный, ну, на данный аспект. Эээ, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ, эээ, был вам полезен. Надеюсь, что, вам это было интересно. Вот. Надеюсь, что, вы, эээ, сделаете выводы. Надеюсь, что, эээ, ну, пишу, пишу для размышлений. Надеюсь, у меня вам дать какую-то получилось. Вот. Эээ, я очень на это надеюсь. Эээ, я желаю вам всего самого, эээ, доброго, эээ, удачи. Эээ, очень надеюсь, что, эээ, ваша, эээ, ситуация будет разрешена. Самым лучшим образом вы сможете найти из неё выход. Эээ, вот, но, если вдруг нет, если вдруг вы, эээ, ну, не сможете найти из неё выход. Эээ, вот. Если вдруг, то, эээ, в этом смысле, эээ, мы, ээээ, психологи, ээээ, психологи, ээээ, вам можем помочь. Вот. Эээ, ну, как бы, ээээээ, в этой вот, эээээ, ну, в этой ситуации, дааа, как бы, для вас не простой словно с собой, разумеется. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Вам эта вот обратная связь по моему ответу позволит сделать общие какие-то выводы о психотерапии. То есть вы сможете для себя решить, в каком направлении вы хотите двигаться, вот, ну, в рамках психотерапевтических. Вот, и я думаю, что сможете начать какую-то уже работу, я думаю, что сможете начать движение, сможете начать в какую-то сторону смотреть, вот, поинтересующим вам, поинтересующим вас аспектом, конечно же. Вот, ну, а пока что это всё, вот, спасибо, спасибо вам за обращение, вот, за то, что вы в этом смысле подняли такую вот непростую тему для себя. Удачи вам! Всего самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok